После долгих лет и всяческих слухов, Konami наконец-то анонсировала новую Silent Hill под названием Silent Hill The Short Message. И нежданно-негаданно этот психологический хоррор стал доступен сразу же после анонса. Ну и собственно, я для вас записал полное прохождение, вы на моём канале, а я, как всегда, Арти. И мы и начинаем. Попытки прибиться к другим людям. Из них слабости. Бегство от себя. Самые сильные животные не объединяются в стае. Они одиночки и полагаются только на себя. Те, кто предают себя, чтобы втиснуться в рамки стаи, жалки. Такой жизни нет красоты. Я хочу быть сильной сама по себе, а не брать числом. Тут бы найти такого человека, который это понимает. Кто бы понимает, что... Не убьет меня. ... Субтитры создавал DimaTorzok Майя Но Я только что была Хочу тебе показать кое-что Сможешь прийти на виллу? А, точно Майя же просила сюда прийти Это вилла? Вот это не похоже на виллу Какая жесть Я помню как я снимал пяти когда-то И... Ну а сеты похожи на пяти Будем честны Но я даже не знаю про что игра Я понимаю что это Silent Hill И все дела Но это видимо только по франшизе икра Блин, ну графика приятная Нет надежды в городе Модель Это вот это здание что ли? А, это вот в этом доме мы Так это просто многоквартирный дом Жесть Freedom Свобода Почему он какой-то весь? Ну ладно Так, обзор плана на реновации Кеттенштадта Кеттенштадт много веков был процветающей пограничной крепостью Однако в последние годы все больше молодежи в возрасте до 30 лет покидает город Что не может не вызвать опасений Целью этого крупномасштабного проекта является обновление Кеттенштанта И возвращение ему былой славы при финансовой помощи китайских инвестиционных компаний Темой проекта стало оздоровление Заброшенные постройки, возведенные в 2008 году японскими корпорациями Давно стали крупной проблемой для города Так, переделав их под актуальные нужды мы можем существенно сократить расходы И лучше воплотить в жизнь наше видение нового Кеттенштанта Понятно Ух ты, тут даже когда-то было норм Ну да Это наши родители придумали? Какая жесть Вы же знаете, как я хорроров боюсь, но я решил вам снять Так, планы перестройки Кеттенштанта вновь отложились на этот раз Из-за снижения интереса у иностранных инвесторов В свете пандемии коронавируса Нифига себе Напомним, что в прошлый раз реновация застопорилась Из-за финансовой нестабильности Вызванной глобальным и экономическим кризисом 2008 года Тогда ответственным лицам пришлось отказаться От идеи привлечь японские корпорации и финансовые институты Две попытки перестройки и два провала, вызванные внешними обстоятельствами Кеттенштадт с трудом отправляет от того удара на фоне растущей безработицы Направляется Городской совет рассматривает способы оздоровления экономики путем привлечения экспертов со стороны Но на данный момент никаких эффективных мер не предпринято Все лишились будущей, а все взрослые становятся рыбами Блин, здесь уж скремаков, я надеюсь, с него Хотя это Саленхилл Жесть, это хата Майя, где ты? А что она здесь вообще? Ладно, молчу Хозяева, есть кто-нибудь? Так, план, план здания, вилла На выхода нет, окей Я в ловушке, я в ней всю свою жизнь Цветы в холодильнике, кто хранит, блин? Ой, и игрушки Я ненавижу в хоррорах игрушки Я не знаю, напишите в комментах, кто будет ролик смотреть, чего вы больше всего боитесь в хоррорах Я терпеть не могу, когда использую детские всякие голоса, смех, в принципе, модельки детей и детские игрушки Так, 28 сентября 2021 года Объявление о собрании жильцов Уважаемые жители комплекса вилла Мы получили много вопросов о работе здания после недавних новостей Поэтому хотим собрать вас, чтобы в официальной обстановке разъяснить наши принципы работы Надеемся, что вы найдете время и придете Какое-то собрание Окей, жесть Блин, ну, графонии, конечно Ну, кстати, на уровне пяти ни лучше, ни хуже, наверное 202-я хата Правда, опять мы играем вот за сильных и независимых, блин Майя? Опять игрушки Опять игрушки Что это было? Я уже что-то слышу, мне неприятное Секс О, вот это красиво, кстати Это Майя нарисовала? Сиби Черри Блоссом Это ее подпись Как же это Круто Этот город похож на чистый холст Он умоляет раскрасить его нашими мечтами Я хочу показать скрытые стороны девушек, что они хотят Что ими движет А что ты прячешь внутри себя? Не волнуйся О том, что думают другие Гордись собой Жесть, Ама, это красотка оказалась Гордиться? Ты с чего бы? Ясно Синдром сама Как у меня, кстати Когда я снимаю то, что Ну, как бы этот Вам не нравится А к уличному художнику нужны только баллончики с краской И чистая стена В Китинштанде стены много многоквартирного Одного многоквартирного дома Стали холстом для таких художников На стенах этого дома Каждый день появляются новые работы Там самовыражается и звезда соцсетей Сиби Это псевдоним отражает ее любовь к цветам Сиби Черри Блоссом Расшифровывается как Черри Блоссом Что в переводе означает Цветок Сакуры Работы Черри Блоссом продолжают покорять сердца подростков и молодежи Поэтому мы попросили ее дать комментарий Не отрывая глаз от своего нового произведения Она сказала нам следующее Я просто показываю Что на самом деле чувствуют эти девушки И что они не могут показать окружающим Если зрителя трогает моя работа Наверное ему доводилось пережить что-то похожее А Черри Блоссом также добавила Что цветы, которые она рисует на девушках Растут из шрамов на их телах Цветы символизируют преодоление старых травм Или хотя бы желание их преодолеть Все видят как она талантливая Ну то что я Господи они что еще Ну они друзья я надеюсь Да Не больше и Не меньше Ну вот только сказал про детей Господи разработчики Это что подкрутка Мы пойдем сюда Это же не анализовала уже Я надеюсь Что Кто здесь Извини что не сразу Отвечаю Я уснула Так А что мы ей писали Амелия Ты как спишь Ты еще спишь Извинись Я тебя вчера не видела На работе Тебе уже лучше Таблетки пьешь Окей Ничего страшного Ты там как Нормально Даже отдохну Отдохнула немного Извинись Тебя напугала Да не парься Серьезно Все окей А еще немного сонная Но скоро встану Слава богу Короче прикольно Звук смски приходит В геймпад Короче Они Почему-то не в игру Ну ладно Какая-то комната Нет графонии Прям на уровне Что это Инсейн Крип Дум Лузер Офигеть Что тут творится Зачем все эти бумажки Неудачница Дура Лгунья Че кто-то Плакса Уродина Ненавижу тебя Тупая Вали отсюда Хоть бы раз Что-нибудь хорошее Сказала Жесть А кто это все Сделал Издевательство Над детьми Плохое обращение Со стороны родителей В Китинштанте Недавное статистическое Исследование Показало Что число случаев Издевательств Над детьми В городе Почти вдвое Превышало Средние показатели Других развитых Европейских стран В этом винят Недавно Экономические проблемы И вызванные Ими Нищету Мама Меня любила Всех мама любила Просто кого-то По-своему Пойдем сюда Это лабиринт Просто из стикеров Стикеры с оскорблениями О нет Странная комната Все депрессанты Видеть уже Не могу таблетки Это жесть Какой-то Психологический хоррор Видимо Скримеров не будет А просто А просто Психологическое давление На нас На игрока Какие фрики Вот она Люба В каждом хорроре Есть ванна Полная крови И куча тараканов Кстати Тараканы лучше Чем в пяти вроде Эй Откройте Это все Ты виновата Все беды Из-за тебя Прости Прости Мам Какая жесть Так Значит здесь Кто-то Наложил на себя Руки Но это не мы Наверное Либо когда-то мы И это просто Старое наше воспоминание Кто-нибудь Телефон Странный Это реклама Реклама Айфона Опа Опять звук В геймпад Опять Так Еще немного Так А ты как А что я Я тоже Последний раз Неважно Выглядела Все норм За меня Не волнуйся Ну Как не волноваться Да пью я таблетки Пью Таблетки Таблетками Но что насчет Психолога Разве он Поможет Со взрослыми Говорить Только время Терять Ну а в классе Из-за этого Кто-то даже В больницу Заехал Не держи Все в себе Знаю Если что Я тебе Сообщу Этим страдальцам Так и надо Все они Кстати Жалеют О случившемся А что случилось Так Видимо Мы и будем Выяснять Что случилось Я помню Так любил Лейер Софир И все части Проходил С таким Кайфом Мне кажется Эта игра Будет очень Похожа На Лейер Софир Майя Надо бежать У меня геймпад Просто какие-то Звуки Сдаёт Я хочу Повернуться Я хочу Повернуться И посмотреть Да нет Это самый Ненавистный Мой момент Когда за тобой Кто-то бежит Что за херня Здесь безопасно Когда эта тварь Делась Чё это за дрянь Была What the Is going on 5 смс Да что ты будешь Делать Хочу тебе показать Кое-что Сможешь прийти На виллу Ты тут Я в мастерской Майя Тут какой-то Монстр бродит Ты цела Да Только монстр Это и есть Майя Да видимо Самоубийство Подростка В проклятом Здании Продолжаются Заброшенный Многоквартирный Дом В Киденштадте Обрёл Дурную Славу Из-за Ряда Самоубийств Практически Каждый Год С его Крыши Прыгают Девочки Подростки Несмотря На неоднократные Смертения Случаев Само Здание Заброшенное После банкротства Строительной Управляющей Компании По-прежнему Можно Легко Попасть Неработающую Молодежь Не отпугивает Мрачная Репутация Здания Многие Продолжают Туда Ходить А уличные Художники Используют Его Стены Для Создания Своей Граффити Жители Района Выражают Все Больше Беспокойства Вопросами Безопасности Неужели Майя То есть Мы В этом Доме Она В последнее Время Какая-то Странная То есть Мы В этом Доме Где Подростки С крыш Скидываются Я Понял Так А так Как Вроде Как Игра Очень Коротенькая Но Это Даже Не Демка Считается Кстати Они Очень Много Игр Собираются По этой Франшизе Выпускать Насколько Я Знаю Смерть Всегда Ходится Сакура И Рука Об Руку Большинство Цветов Сначала Начинает Гнить Потом Опадают Такова Эти Цена За Жизнь Но Цветы Сакуры Другие Они Рождаются Красивыми И Опадают Красивыми Я Хочу Чтобы Моя Жизнь Была Такой Ж Чем Она Не Отвечает Давай Ж Она Найти Ее Ну Рисунки Правда Хороши Блин А меня Что Чтобы Ее Найти Нужно Обратно Ити Я Не Хочу Там Там Уже Этот Фриконти Ходит Ну Не Нам Обратно Идти Да Тварь Тут Ее Уже Нет Да Тут Ее Уже Нет Да Где Ее Мастерская Где Ее Мастерская Так Вот На ней Это Класс Какой Слева Слышу Обзор Заменитое место Суицидников А это Они все Сюда Прыгали Какая Жесть Блин Знаете Дом На что Похож Мы Недавно На стриме Тоже Ну Как Недавно Пару Месяцев Назад Какой То Япон Щену Проходили Жутко Трэшов Но От Этого Забавно Блин Если По Нас Такой Графикой Была 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 Круто Забыл Название Да Симулятор Доставщика Там Какого То Было Забавно Да Нельзя Ок Куда Тоже Нельзя Я Там же Вышел Жесть Я бы В жизни Не пошел В такое Здание Чтобы Что-то Тут Рисовать Это Капец Тем более Знай Его Дурную Славу Тумане Соцсетей Одиночество И тревожность У подростков В ходе интервью Все подростки Признали Что стыдятся Опубликованных Селфи Ни самого Ни самого Представительного Содержания Также Они Рассказали Что Волновались Если Такие Снимки Не получали Лайков Объединяла Всех Этих Детей Крайне Низкая Самооценка Чем Выше Была Их Тревожность И ниже Уверенность Тем Больше Выраженной Оказывается Реакция К проявленному Одобрению Положенство Которое Они Испытывали Получив Лайк Сложно Понять Взрослым Людям Мало Того Что Даже После Одобрения Подростки Все Равно Не Могли Смотреть На Свои Действия В Положительном Ключе Они Быстро Погружались В Отчаяние В Поисках Дальнего Дальнейшего Внимания Которое Поможет Им Заполнить Пустоту Подобную Токсичную Ловушку Одобрения Легко Могут Угодить Любые Психологически Незрелые Подростки Короче Игра Про Соцсети Про Подростков И Про То Как А Мир Не Мил Ко Всем Так Окей Нас Вообще Нет Кнопок Активных Кстати В этой Игре Это Брос Симулятор Ходьбы 206 Комнатка А подожди Так мы отсюда и вышли Окей А где ее мастерская Не удивлюсь Если ее мастерская На каким-то верхнем этаже И вообще Этот монстр Это она Как это вообще К Силент Хиллу Относится Интересно Если вот Кстати Кто-то будет смотреть Ну кто шарит Напишите в комментах Или это просто Такие Микро Знаете Микро Попытки Франшизу Еще больше Расширить Хотя Куда Уж Больше Грязь Жуть Какая Майя Надеюсь Ты в порядке Я Надеюсь Блин Я Испугался Кстати Насчет Универа Не подумала Да Я Не смогу Прямо Сейчас Решать Не обязательно А ты После поступления Сюда уже не вернешься Да нет Ты что Буду приезжать Конечно Родители не простят Если не приеду На каникулы Но ты все-таки Подумай Насчет поступления Ладно Сказала же Что не смогу Я как Я как Я как ты Учиться не умею Эмили не понимает Понятно Понятно То есть Тебе здесь Не нравится Это дело Для местных Нет разницы Между граффити И ты лох На заборе Да и в классе Во мне Всякое Говорят Общая Свалить Отсюда Не такая Плохая Идея Что хорошо В граффити Весь мир Является Своим Холстом А пока Я с тобой Мне В любом Месте Будет Здорово Выхода Нет Выхода Нет Это Уже Музыка Нагнетающая Начинается О Кстати Череблосом Майя 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 Ты тут? Это 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 Мастерская? Жесть Это Она Вот здесь Ну Блин Это Это Не Назвать Мастерской Еще Какой Это Жесть Это Наброски Майя Красивая Сахара Она их Даже Не Закончила Они Уже Выглядят Круто Какая Счастливая Новая Жизнь Так Полна Жизни Господи Ты Тут Майя Ты Где Здесь Опасно Надо Бежать Отсюда Майя Ответь Пожалуйста Чему Она Не Отвечает Где Ты Я Что С ума Схожу Не Совсем Понимаю Не Совсем Понимаю Вот Эти Вставки Когда Ее Лицо Показывают Жесть Окошко Нельзя Окна Как будто Совдепов Хотя Не Они Пластиковые Жесть Она С ума Сходит Просто Нормально Недоделанный Рисунок Красиво С Кого Майя Это Рисовала Это Старт Тоже Выкладывала Опять Подписоты Прибавилось От Меня Опять Отписались Здесь Подписчиков Прибавилось Выкладывать Что-то Такое Лайка Будет Как Умайя О Красотка Хватит Выкладывать Скучные Фотки Нет Секси Контента Нет Подписчиков Оба На Че Подписчиков Хейтишь Сколько Уже Подписчиков Поздравляю Мы Хотим Секси Фотки Хватит Не надо Пожалуйста Пожалуйста Я Думала Только О Тебе Это Ты Извини Мне Тоже Не Стоило Так Злиться Спасибо Анита Я Я До сих Не Смирилась Со Смертью Майи Майя Умерла Постой Постой Майя Майя Правда Умерла Ну как Как я могла Была об этом Забыть Анита Что с тобой Алло 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 Ну тогда Кто это Она же нам отвечает Найди О Ладно Я что-то Такое Себе Представлял Что происходит Это опять Галюне Блин А галюне Это когда Это Крик Оттуда Появляется Что Такое О Блин Сетка Нет Подожди Куда Куда Нежели Жизнь Это Майя Ходила Там Нежели О Господи Ради 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 Сым Оттуда Нежели сплю а нам надо все-таки добежать то есть я откипел не по сценарию так как сказать блин это жесть какая-то я ненавижу в играх убегать дайте мне пушку я хочу с монстром сразиться получу из геймпада звуки страшные чат господи да за что дети как же от нее убежать тогда какая жесть чуть не уделался с ладошки вспотели это майл за нами берет интерес это уже гугу и поехала сейчас я поеду гугу и здесь кстати папа складывать в этой локации где все сыпется может быть она не туда бежать я не знаю она очень быстро появляется перед тобой так я пошел в серединку поднемся ты не знаю беги беги убрать но нифига я думал здесь все в здании будет мы на крыше мы больше нет но ее работы продолжают жить еще больше прибавилось никогда не заметят ну да давай ее кто за ногу осталось только спрыгнуть да я пожутил сюда спрыгнула моя это все ты виновата все беды из-за тебя может я смогу быть как она все я опять на вилле но почему я не умерла ватафак нашла что нашла пока не найдешь не уйдешь моей это правда ты пока не найдешь не уйдешь моя умерла ты не она пока не найдешь не уйдешь ты кто вообще пока ты не найдешь не уйдешь отвечай какого хера дак но теперь мы имеем основной квест этой игры нам нужно что-то найти что-то найти черт батарея так теперь на батарейку найти нужно будет что-то найти такое из-за чего мы сможем уйти из этого здания живым наверное но здесь уже все общупал обнюхивал у жуткая дичь кстати когда мы проходили хоррор do not twice в яре было страшнее наверно плохим девочкам еды не положено я раньше я мог я открывал же здесь был цветочек я не хочу быть плохой девочкой это во всем ты виновата это во всем ты виновата все беды из-за тебя жизнь конечно галюны галюны набирают обороты двери сами закрываются я не люблю когда двери сами закрываются так ладно что мы упустили кто-то нашел о рисунок испорчен чёрт тома как поступить лучше бы ей было интересно кто двери за ней закрывает ракашки вы слышите этот звук ладно на самом деле здесь скримаков вроде особо но дверь открылась да и сражаться как бы нечем ничего бояться иду почему вы сами закрываетесь ножик дайте ножик здрасте чего не могу взять но всегда удивлялся кстати в хоррором в этом плане первое чтобы я сделал это взял бы ножик если бы я его нашел вот опять включился как можно так поступать что мы будем искать комменты какие-то отстойный твой арт первый раз вижу такой говнище кому-то заняться нечем иди нах блин а это хейтеры иди в жопу хейтеры вы поняли в чем прикол что вам нужно от меня ладно я пройду мужики но не не поняли в чем прикол очень хороший российский перевод дети превращают превращающие травмы в сказки одиночество и тревожность у подростков часть 2 все опрошенные подростки имели серьезные психологические проблемы вызванные событиями в прошлом интересно что за каждый из них концептуализировал эти проблемы сделав из них своеобразную историю с преувеличениями одна девушка придумала себе роль трагической героини убедила себя что над ней издевается злая мачеха а настоящая мама которая любит находится не здесь другая считала шрамы оставшиеся с детских лет стигмами из которых распуск распустятся цветы сакуры эти истории страда не порождает подсуп от зубные желания что это такое за слово спастись от невыносимой боли и ненависти к себе и чем сильнее переносимая в детстве травма тем более преувеличенные сказочной становится история понял что это ты ведь все твоя вина написано ночи это же не моя вина главное давайте еще раз здесь пройдем мэйби чё-то надо найти тут нет тумане соцсетей так это мы уже читали эту книжку мы точно читали что же нам нужно хватит шуршать за спиной что же нам нужно найти чего именно на выходе из комнаты блин извини что не сразу ты чая уснул так прямо как тот раз я клемалась скрывать уже встать не могу стать могу извини плохая из меня подруга скажи моя правда умерла зачем ты такой спрашиваешь скажи пожалуйста пожалуйста сама не верится что я нет что это не чья-то шутка мне вроде было бы было все хорошо то есть моя правда умерла они то ты сама как спать можешь как-то могу пью неплохие таблетки таблетки таблетками но что насчет психолога разве он поможет и так добра со мной но все равно бросишь моя тебе правда ничего не говорила нет мы с ней обсуждали только книгу которую она недавно прочитала но я все равно чувствую себя виноватой хоть она ничего и не сказала мне стоило догадаться ее намерениях а я правда ничего не сказала вообще вообще как тебе книга и автор покончил с собой еще в молодости красота вырастающие страгедии этом что то есть скажи чем интересно думал автор перед смертью все же думала что ты поделишься впечатлениями в письме ты такая застенчивая мне даже понравилось ты так интересно пишешь ярко и с чувством я с удовольствием почитаю еще письмо значит понятно что это за звук короче письмо письмо понятно мы ищем письмо стафон и только для персонала ладно круче я так понимаю что локации только те которые мы уже видели просто по ним нужно еще раз прошоркать и найти письмо если хочешь есть слушайся в японской культуре издавна находили красоту в жертвенности одним из ярких примеров такого поведения является так называемая харакири самоубийство путем вспарывания живота подобное действие имеет сакральное обоснование лишив себя жизни человек символически очищает мир от себя и от своих прегрешений эта концепция может сбить с толку многих европейцев а подростки часто неверно столкуют идею предполагая что японцы ищут способ умереть красиво однако современные жители японии уже не смотрят на самоубийство в таком положительном ключе а под жизнь у которой они ценят подразумевается не биологическое существование а жизнь общества для защиты которой порой требуется смерть а жуть жесть у меня такая же газовая плитка ну не в таком состоянии но такая же так окей теперь каждый уголок придется обнюхать чтобы найти письмецов так нет мы читали та же самая газета про самоубийство блин кто нибудь спал на полу вот так на матрасиках я вот нет интересно удобно говорят удобно культ китенштадтской ведьмы многие практики тех кто верит в существование китенштадтской ведьмы напоминает ритуалы современной религии веккан как то молитвы об обильном урожае или поклонении богине отличает этот культ от остальных сочетания западных и восточных традиций существует весьма любопытная теория о том как произошло это слияние в 1930 годы во время совместных усилий промышленников и рабочих по подъему экономики ввелся также обширный культурный обмен из которого выросла вера в существование ведьм фига на чем они интересно говорят сказание в последнее время этим ноги интересуются я думаю что это в этом есть прабабушка была предсказательницей вроде как местные считали я чуть ли не провидится но в итоге на нее все получились видимо свое будущее никак не предскажешь даже если видишь чужие судьбы теперь она еще и судьбы о журавлики я умею делать кста говорят нужно сделать что-то тысячу журавликов чтобы быть счастливым так и не сделал тысячу надо сделать картина была в другом месте не в этом разве нет она не великодушно дверь открыли нет нет тут можно все осмотрели треш-рум в смысле а мусорничек это прикиньте со всего дома да сюда мусор приносили это все ты виновата во всем бессердечная тварь ты украла мне единственную подругу мое место в мире все и тебе плевать я для тебя никто ненавижу тебя сука ты не талантливая не особенная твоей мазне до искусства как раком до луны приперлась и испортила все вали 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 свали нахрен из моей жизни шизойный кусок дерьма какая жесть это кто это это майя писал письмо такое так а 207 были я не помню институт лечебного дела германского медицинского университета информация для первокурсников дорогие первокурсники добро пожал в германский медицинский университет основанный в 1709 году ГМУ было остается одним из старейших и самых уважаемых учебных заведений Европы наши современные исследовательские центры с нетерпением ждут вас информация собраний первокурсников бла-бла-бла-бла-бла-бла это тот университет куда хочет поступить Амелия и она сразу пишет Анита привет есть минутка ага что случилось ты в тот раз была немного странная если тебя что-то тревожит можем поговорить спасибо но все норм извини что подняла тему не буду лезть в чужие дела не переживай все окей слушай давай как-нибудь сходим по магазинам а то я будто в вечность дома сижу и брат скоро приедет а точно переживаешь да просто не буду попадаться ему на глаза так что насчет шопинга подберем тебе что-нибудь миленькое и спасибо не люблю толпы людей и вообще на мне ничего хорошо не смотрится да хватит на себя наговаривать лучше чем ты думаешь и ты красивая тебе надо просто подобрать правильную одежду лучше чем я думаю кроме мили так никто не считает какая жесть норс ривер о дневник чей-то так 23 декабря двадцатого года брат приехал на рождественские каникулы все мои учебики рдык он конечно ведет себя хорошо не отвлекает но так на меня пялиться что это просто невыносимо хоть я не понимаю что тогда он скорее всего просто шутил но с тех пор я начала его бояться я теперь вообще не переношу когда на меня смотрят парни не знаю как девчонки могут разгуливать по школе и улицам чуть ли не полуголыми так это какого было 23 декабря 21 февраля двадцать первого года кажется я наконец-то вошла в ритм учебы оценки за контрольные тесты стали куда лучше родители в последнее время много ссорятся и меня это тревожит сегодня они опять орали друг на друга я спросил у мамы что случилось но она не ответила 11 мая все завтра день икс мама сказала что я пахала как лошадь и могу по праву собой гордиться я ужасно рада пусть она и не моя родная мама но я знаю что она меня любит а я люблю ее вот увидишь мам завтра я знам все на высший балл ради тебя и папы есть где ты это картинку видел уже вот эту картинку где я мог видеть знакомая роче это студенческая общага это домик звук еще один дневник 17 октября 20-го. Наконец-то полотно села за учёбу, может сегодня даже спать не лягу. Для кожи это, конечно, плохо. Иначе опять будут звать меня бледной немочью и заучкой. Но плевать, мне надо поступить и уехать отсюда в большой город. Папа с мамой на меня рассчитывает, и если попаду в универ, куда больше всего хочу, они будут мной гордиться. Всё, до утра, я с учебниками. 9 ноября. Папа сегодня говорил, что когда-то наш город планировали перестроить. Собирались взять под это деньги у Китая и сделать из городишки конфетку, но дали заднюю из-за ковида. Конечно, жалко, что дело не выгорело, но я не понимаю, как такое можно было перевернуть даже с деньгами. Этому городу уже ничего не поможет. Он ещё во время моего детства был дыра-дырой, где вообще нечем заняться, все здания обвершали. Моё будущее не здесь, а в большом городе, в университете. Отступительных в следующем году зависит всё. Надо свалить отсюда, пока я не вернулся, брат. Чё они так братьев-то боятся, господи? Ноутбутчик. Как-то ненормально, как будто бы, бояться братьев. Но вон та странно, конечно. У той, конечно, странно в дневнике написано, как будто брат её... К ней как к женщине относился, так сказать. Грочи, типа, приставал к ней. По всей видимости. Что ещё? Не дневник. Мне пришли материалы для первокустиков от университетов, в которые я больше всего хотела попасть. Я поступила, поступила. Я так счастлива, до сих пор не верится. Мам, пап, я буду учиться в поте лица, и вы сможете мной гордиться. Спасибо вам за всё. Родители опять орут друг на друга, да ещё и говорят о манкротстве. Я думал, что даже без перестройки города с фирмой будет... Будет хорошо. Получается, у нас нет денег, что ли? И мы не потянем мой универ? Зачем я тогда так старалась? Нет, мама, не бросай меня, я не могу здесь жить. Только не с братом. Мама только что ушла. Велела мне не вмешиваться. А, не мешаться. Нет, я не могу здесь оставаться, надо сбежать, исчезнуть. Но куда я поеду? Это сон, просто сон, просто ночной кошмар. Её брат на неё странно смотрел. Она это ненавидела. Ей наверняка хочется поскорее свалить от этого всего. Вообще, это, конечно, фулл странно. У, я уже устал читать. Новостная статья о самоубийстве. Так, школьница найдена мёртвая и предполагает самоубийство. Около 10 утра 24-го числа местный житель сообщил, что видел, как 18-летняя ученица старших классов упала с крыши Китенштадтского многоквартирного дома. Пострадавшую сразу отправили в больницу, но спустя 2 часа она скончалась. По словам школьной администрации, девушка переживала из-за того, что проблемы в семье не позволяют ей учиться в университете. Никаких дневников или предсмертных записок не найдено, но полиция всё равно склоняется к версии о самоубийстве. Но Амелия же не такая, да? Я думаю, это не про Амелию. Фу, блин. Прикинь, то что они все ей пишут, это вот её мёртвые подруги. Посидишь одна дома. Жесть. Одна или с братиком? Братик, он ничего. Братик, я застряла. Ну, конечно, странно. Что тут говорить? Ага. Эвана как? Ну, давай, давай, сука, напугай меня. Давай, подлюка. Вот, школа. Это школа? Да я столько же сказал, что это школа. Всех под замочками шкафчики. У нас вообще шкафчика в школе не было, кстати. Всё в портфеле носишь с собой. Как, блин, не знаю, как мешок. Как будто ты забрался на какой-то этот поход. У них, наверное, удобно было. С другой стороны, каждому ученику выделять новый шкафчик, капец. Так, ну, эти дверки закрыты. Опа. Здорово, парни. Как ваши дела? Ты чё, я испугался? За шо? Бульбича в меня кинул? Что это? Можно я пройду? Капец. Короче, её вообще все, да, типа, стебали. Блин, ну так она вроде симпотная. Вич ведьма, типа. Что? Что, мне на бутылку надо сесть, или что? Они не дают мне пройти. А, шкафчик. Ясно. Да и... Ты как, посмотри, а не... Валять, больная шлюха. Рисущего, хорни, шисон. Не выежливо, если чушка. Жизнь, с гелёной пошли. Щёкнутая. Молчала бы, шалава. Родина. Более отсюда, больная. Всё, лютуб с хадал пошёл. Узнаю селенткил. Жесть. Го вауэй. Го вауэй. Моя никакая не больная. Она моя подруга. Ну, поголену снова. Сейчас убегать придётся, да? Побежали снова. Надеюсь, я правильно люблю. Фу, какие-то глаза. Нет, пожалуйста. Как я не люблю. О-о-о-о, она против за спины. Е-е-е-ет. Шесть, блин, самому нелевимый момент в игре. Открывайся. Я не знаю, правильно я побежал или нет. Блин, да что ж я так боюсь эту штуку? А куда мне надо было побежать? Не туда я побежал, типа? Зачем ты меня преследуешь? Вообще я типа всё сделал правильно, только в конце чё-то тупанул. Как-то они здесь даже не дают времени развернуться, что ли? Я её прям слышу, прям слышу. Может, её как-то мануть можно? Блин, направо вот сюда. Блин, короче, это не скритованный момент. И она буквально за мной бежит, и я должен куда-то пробежать. Но куда пока непонятно. И монстр этот весь в цветах, это типа вот эта интерпретация рисунков. Типа все вот эти... Опять, опять. Типа все вот эти побои, а-ля там, ну, видимо, от родителей, maybe. Откуда должны были цветы вырасти, как они сказали. Этот монстр, видимо, это вся боль вот этого, которую они прочувствовали. Так, окей, а подожди мне бежать-то, а я и туда, и туда попробую. Давай снова сюда. Вот, тут не надо. Мне кажется, я не туда пограю. Фу, туда. Не туда снова. Зачем ты меня преследуешь? Опять? Опять? За что со мной такое? Найди. Что найти? Найди. Да скажи им, что мне искать? Найди. Что найти-то? Ну, записку. Подожди, мы же уже договорились. Записку. Ну, давай, чего там. А! То есть мы повторно не можем их посмотреть. А что тогда искать? Какой-то знакомый парень. Этому человеку больно. Куда же ты направляешься? Да. Понятно. Амили. Амили. Что такое? О! О! Нравится, что я рисую? Можно подойти поближе. Я не кусаюсь. Я не кусаюсь. Стоп. Выжить двое из моего класса. Тебе идут идти очки. Извини, она так мило выглядит. Я не смогла удержаться. Заглядывайте, когда угодно. Я буду только рада. Моя вечно думала только об Эмили. Я была для нее пустым местом. Невидимкой. Короче, там депрессия со всех сторон. Тут меня не любят. Даже подружка меня не любит. Честно, беременность положительный. What the fuck? Подруги меня не любят. В школе меня не любят. Тут меня не любят. Нарисована девушка Амили. Помню трекстеры. Амили, Амель. Окей. Опа. Библиотека. Значит, я снова в школе. В этом всем не грамма красоты. Ой, извини. Я просто немного задумалась. Вот книга, которую ты искала. Я ее уже прочитала, так что бери. Я написала письмо с моими впечатлениями. Прочти его, как будешь дома, ладно? Где она? Где эта книга? Короче, нам нужно найти книгу. И в ней будет письмо. Охота на кенштадтскую ведьму. В Германии 30-х годов кенштадтам заинтересовались богатые коммерсанты. В какое-то время город переживал экономический рост. Но некоторые считают, что за этим успехом стояла одна японка, которая использовала свой дар предвидений и другие тайные силы, чтобы подсказывать коммерсантам самые выгодные решения. В дальнейшем ее станут назвать ведьмой Дальнего Востока и уважать по всей Германии. Однако в 47-м году коммерсанты понесли огромные убытки. Промышленные комплексы пострадали от страшного пожара, после того, которого большинство фабрик уже не подлежали восстановлению. В разгар событий ведьма попала в больницу и покончила с собой, спрыгнув с крыши больничного корпуса. Она страдала от известной болезни, и многие считали, что пожары стали для нее последней каплей. Однако некоторые жители винили во всем охоту на ведьм. Они считали, что рост ее влияния разозлил партию мэра, который замаскировал пожарами следы убийства. Эти утверждения не подкрепляются доказательствами. Многие считают их просто теорией конспирологов, но партия мэра действительно могла вернуть себе власть над городом после смерти ведьмы. С тех пор жители стали верить, что все несчастья являются результатом проклятия. Проклятия ведьмы? Это из-за него все это происходит? Возможно. Сапиенс. Дизайн. Так. Так, отчитали мы вот эту, да? На охота. Где же нам найти? Да, наверное, и на полках здесь. Что-то музыка нагнетающая. Меня убьют? Спасибо, игра. Всего лишь надо было попросить. Так, 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 так. В какой-то из книг будет письмецо. Но как мне понять? Как мне понять в какой? Должна была стоять еще одна книга. Кажется, я даже знаю. Понятно. Не может быть. Так, а что за книга-то хоть? Я просто жду тебя. Вторая часть книги. То есть она в шкафчике у нас. Ты понял? Что там такого за... Посланница? Опять длинные коридоры. Долбанные хорроры все одинаковые. Все как в прошлой школе. Почему это всегда так? Я никогда еще не видела Майю такой. Тики-тики. Анита, у тебя все хорошо? Ты прочитала сообщение, но не ответила, я волнуюсь. Извини, просто думала о Майе. Не знаю, в курсе ли ты, но ее отравили в школе. Я знаю. Но она мне сказала, что все нормально. Я подумала, что не стоит давить. А потом было слишком поздно. Почему она мне ничего не сказала? Как бы поговорила со мной? Может, я для нее была и не подруга вовсе? Это не правда. А может и правда. Так, нам нужен наш шкафчик. Потому что вторая часть книги там, и письмо, соответственно, которое мы ищем, тоже там. Шкафчик. Шкафчик. А, это ее. Нет, не здесь. И раньше ее тут не было. Я думал, это нас стебали. Не только ее, но и нас. А это все про нее было. Мой шкафчик. Почему он заперт? Там есть что-то, что я не хочу видеть? А как я должен узнать-то? Подожди. А может быть, у нас есть какой-то... Ой. Так. Ад. У нас же есть заметки какие-нибудь? Планируемая перестройка в дневниках, maybe? Может, 1947 год, типа? Не открывается. Так. Окей. Блин, тут дат очень было много. Реновация, листовка сообщений о собрании. Какие здесь нет? Отчет нет. Отчет нет места самобийства. Здесь дат нету, да? Молодое поколение из соцсети. Так. Культ. Может быть, ведьмин культ. 1930. Но это даже не похоже. Масло для первокурсников. Так. А где же может быть дата? Какая-то значимая дата. Дописка полной ненависти. Тут тоже нет. Блин, ну это надо искать. Видимо, дату теперь идти. Или maybe где-то... Вот здесь. Что? Что это? Ложь, типа, написано, да? Лая. Жесть. Да они могли где угодно засунуть эту дату. А, подожди. Что это за цифра? Два. Один. А в какой последовательности хорошо? Два. Один. Один. В какой-то последовательности. Три. Ноль. Два. Один. Три. Ноль. Давай попробуем. Начало-то оттуда. Ну, максимально логично звучит. Два. Один. Три. Ноль. Так, окей. Давай тогда оттуда. Ноль. Жесть. Еще попробую угадать. Ну, тройка сюда. Ноль, три, один, два. Ноль, три, два, один. Жизнь. Блин. Так, окей. Я угадал. Я знаю, что там. От этого не нужно больше отворачиваться. Есть. Что это за письмо? Это оно было в книге? Ну, логично, что оно. Амелия, родная, помнишь, я однажды сказала, что хочу жить, как цветок сакуры? Красивое и грациозное. Просуществовать. Ускользающие миги просто не держаться за жизнь. Распуститься, несмотря ни на что, даже зная, что долго это не продлится. И упасть в самом цвету. Мне бы хотелось прожить жизнь именно так. Я хочу прикоснуться к настоящей красоте. Пусть даже на мгновение. Я желаю, чтобы я мог бы жить так. Я хочу искать настоящую красоту. Если только за момент. Я встретила человека, с которым чувствовала себя другой. Он показал мне новый мир. Дал надежду. Я искренне думала, что он поможет мне вновь обрести себя. Не сомневалась в этом, даже в глубине души. Но нас не поняли. Не приняли. И в итоге у меня отняли надежду. Отняли его. Но люди не понимали нас. Не хотели это от нас. Как его отняли? В конце концов, они взяли мою надежду. Они взяли его. Те, кто не может постичь красоту, ищут успокоения у других. Не боятся всех, кто не похож. Ненавидят. Хотят уничтожить. Я больше так не могу. Амели, как бы мне не хотелось, чтобы мы сбежали вместе. Как бы мне хотелось, чтобы мы сбежали вместе. Только ты и я. Майя. То есть, она хотела еще и, как бы, спрыгнуть с крыши вместе с ней. Да я с Амели. Амели. Ох уж эти подростки, гады. Ты и я могли бы спрыгнуть вместе, Амели. Просто... Я и ты. Майя. Она правда просила Амели помочь. А я? А, она типа скипнула, не дала это письмо. Майя, у тебя и так все есть. Ты куда талантливый меня. Зачем? Зачем ты забираешь у меня еще и Амели? Где-то тебя как будто не существовало. Амели, моя подруга. Моя! Я просто хотела чуточку подпортить ей жизнь. Она же уводила от меня Амели. Она меня даже не смотрела. Откуда мне было знать, что она пойдет и покончит с собой? Понятно. Короче, мы подруга... Моя подруга Амели. Ну и моя типа хотела... Ну как бы они начали дружить чуть... Чуть глубже, чем мы думали. Окей. И мы, короче, не отдали письмо и бла-бла-бла. И, ну короче, она ее не спасла. Жесть. Вот эти... Я извиняюсь, конечно, падания подростковые. Че, блин, как будто эта история не подходит Санхилу. Причем здесь исчез Санхил? Что? А, это все только твоя вина. Окей. Ну вообще, получается, что так и опять бежать. Думаю, да пусть уже убьет меня эта штука, дрянь. Думаю. Погони красивые. Но здесь кроме погони ничего нет. Беда же пизда. Ну вроде и не идет за мной. Ну, понял, 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 понял. Не надо, не надо, не надо, пожалуйста, не надо. А, какая жесть. Бежит за мной. Будет меня насадить. Подруги, подруги, фотки подруг. Я бегаю по кругу, кстати. Не понимаю, куда мне идти. Так, долбаный монстр, иди сюда. Так, сейчас мы ее заведем куда-нибудь и по вскочам повернем. Это я еще должен успевать-то почитать, что на стенах написано. Шкафчики, нет. Нет, 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 нет. Ёб твою мать. Нет, 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 нет. Нет. Это что? Нет. Нет. Глубаный скрип. Прости, прости меня, пожалуйста. Прости, прости меня, пожалуйста. Ладно, я не совсем понял, куда она. Вот сюда мы идем, сейчас открываем дверь, тут она стоит. Мы бежим сюда. И допустим, 300 сюда. Пускай. Да-да-да, ведем ее по кругу. Открываем. Опять в том же коридоре. Выходим туда, откуда она вылезла. Бужин сюда. Загоняем ее в округу. Жизнь, она как близко. Я прям чувствую, что это дерьмо. Все, что ты не хочешь, только я милю. Да. Опа, выход. Отлично. Не, ну, легко, легко. Водить легко. О, мы, видно, крыши. Но теперь мы все выяснили. И что, она снова спрыгнет? Не может такого быть. Майя. Я наконец-то поняла. Теперь я знаю, что ты просила меня найти. Прости меня, Амелия. Майя погибла, потому что это я ее убила. Что ты несешь? Вы с Майей писали друг другу письма, да? Да, но потом у нас больно с Кашевилой. В последней книге тоже должно было лежать письмо. Что? И оно... Мне было послание для тебя. Нита, почему ты раньше не сказала? Потому что я ей завидовала. Боялась, что она заберет тебя у меня. Мама была права. Мне вообще не стоило рождаться. Подожди, Анита, успокойся. Что? Я же спрыгнула. Это не закончится. Даже если я умру? Сколько еще мне надо проходить через это? Охренеть. Вот это охренеть. Найди. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Скажи мне, Майя, прошу. Почему ты молчишь? Кады. Так, ну это уже явно не то место, где мы были. 4 февраля. В итоге я пошла на крышу виллы. Не могу заставить себя думать о девчонке, которая в том году спрыгнула оттуда и разбилась на смерть. Вообще, оттуда же много девушек прыгало и вроде бы все были молодыми. Дом теперь называют приютом суицидников. Когда смотришь с крыши вниз, чувствуется высота. Я как-то взяла и представила, что меня сдувает легкий ветерок. Даже затошнило. Неужели им не было страшно? О чем они думали в тот момент? Они прыгали от чего-то или навстречу чему-то? Они прыгали от чего-то, мать. Какая жесть. Пойдем сюда. Как это все выглядит ужасно. Не смей выходить наружу. Ладно. Так, для персонала. Снова 206. Непонятно, что написано. Но что-то там. Нет надежды. Тут написано. Непонятно, что написано. Тонарно. Нет страха. Но фирт, да? А, но фьючер. Нет будущего. Там что-то светится. Так, треш-рум. Это помоечка, мы уже помним. Нет выхода. Нет выхода, нет выхода. Феномен Silent Hill. По всем мире растет число самоубийств. Не в последнюю очередь из-за пандемии коронавируса. Ведь во многих странах ситуацию до сих пор не окончательно взяли под контроль. Во многих областях это тяжелые времена также спровоцировали появление странного феномена. Но подтвержденные ему люди внезапно начали утверждать, что видят туман даже в ясную погоду. А вскоре теряли сознание. Это явление получило название феномен Silent Hill. В честь схожих событий в одноименном городке в США. Первую гипотезу о причинах такого явления выдвинул доктор Рикса, преподаватель социальной психологии в университете. Вот его цитата о происходящем. Тут что, забыли название добавить? Для психологически неуравновешенного человека туман олицетворяет собой неуверенность и сенсорные иллюзии. В состоянии сильного стресса поле зрения может потемнеть и резко сузиться, словно человек идет сквозь густой туман или дымку. Неуверенность в завтрашнем дне и будущем обществе воплощается в виде тумана, разбывая границы между иллюзией и реальностью. Со временем число сообщений о наблюдаемом феномене Сайлент-Хилла только растет. Доктор неизвестный призывает к скорейшей перестройке общества, а также к усилению мер по оказанию психологической помощи и заботе о душевном здоровье молодежи. Жесть. Ну видите, ничего мистического в этом нету. Доктор все объяснил. No future. Нет выхода, нет будущего. Окей. Что опять? Жесть, у меня что-то с геймпадом. Это же... Не может быть, мы здесь жили с мамой, это гостиная. Это наша живая. О, ничего, кстати, хорошая гостиная так-то. 29 декабря 2011 года. Все. Я разорвала с ним всякую связь. Я больше никогда его не увижу. Не вышло у нас жить долго и счастливо. Все это просто наивные мечты. Но я потеряла не все. Детки, мои ангелочки по-прежнему со мной озаряют мою жизнь. Дверь открыл. Не хочу туда идти. Мам. Лицо замазанное на фотке, видели? Размазанное. Почему ты вечно меня не слушаешь? Может, там надо ванну? Где отражение? Блин, я обожаю в играх отражение. Жизнь, засрали все к чертовой матери. Куча мусора. Ой, а мы стали маленькими. Вы видите? Прикол, да? Ручка прям по голову. 10 февраля 2012. Сегодня новый ухажер приехал к нам с пиццей. Детям обязательно нужен отец, но они к нему никак не потеплеют. Уходил он недовольный. Надеюсь, он не будет меня ненавидеть. Ой, я не дочитал. Хорошая позиция. Так, спальня. В спальне пивас бат, что ли? Нет. Я аж офигел. Очень упаковка была похожа. Фу, блин, у меня монитор хрустнул, чуть не усрался. Офигеть, за что? 7 марта. Он снова пришел с широкой улыбкой на лице пиццы из той новой пиццерии, которой все уши мне прожужжал. Но дочери пиццы не понравилось. Она шутка и привереда в еде. Пора бы научить ее не перебирать харчи. Помню, меня тоже заставляли есть всякую неприятную мне дрянь, но, видимо, другого выхода нет. Сегодня дети все-таки закатили истерику прямо на его глазах. Он пришел с работы весь вымотанный и сказал, что просто хочет отдохнуть. Мне с ним так хорошо, а я для него ничего не могу сделать. Может быть, надо... Может быть, с ним строже? Он нам нужен, чтобы семья была счастливой, и мне надо донести до них эту мысль. Не хочется быть слишком строгой, но темнота может пойти им на пользу. После такого начинаешь лучше видеть понимать. Он сказал, что не может расслабиться из-за постоянного бухания в дверь кладовки. Почему они не могут просто немного посидеть спокойно? Что с ними не так? В последнее время он реже приходил, если ничего не придумает, то и в опыте охренеть она детей закрывала в кладовке. What the hell? I'm giving up my life! Я жизнь на тебя гроблю! О, осталось, чтобы какая-нибудь ебака лютая выглянула, чтобы я... Жесть. Чтобы я уделался. Жесть, просто, а что за свинарник? Убирайся и бла-бла-бла. Уважаемый Кристо Планнерт, мы неоднократно пытались с вами связаться, но до сих пор не получили ответа. Мы расцениваем это как ваш отказ от попыток исправить ситуацию. Своими действиями вы нарушаете пункт 2 ст. 1631 Гражданского кодекса Германии. В соответствии с этим федеральный суд предписал нам забрать ваших детей. В случае возражений свяжите с нами как можно скорее. Фрэнк Фишер. Центр опеки Кеттенштанта. Ага. То есть детей у нее в итоге забыли. Ну, конечно, из такой хаты, ну, понятно. Так, а что я... Я что-то не пощупал, не понюхал. Что за звук такой? Звук как будто портал открылся в Даркен Даркере. Жесть, хата, конечно. Клочья засранные. Мы начали ходить на свидания и вроде все наладилось. Он волновался насчет детей, поэтому принес им кучу книг и игрушек. Думаю, с ними они спокойно посидят одни. Я в последнее время не засиживаю из дома, поэтому там потихоньку начинается срач. Надо бы прибраться, но я вечно приползаю домой без сил. Мне позвонили из органов опеки. Иначе какая-то любопытная сука из соседей настучала, что по ночам в моей квартире плачет ребенок. Да что они знают? Мне в последнее время почти не звонит. Неужели я всю жизнь буду одна? Пока все радуются жизни, я пошел как заведенная, чтобы вырасти детей. Я еще у них плохая? Твари! Не будь нашей детей, я могла бы сейчас планировать летний отпуск с друзьями. Мне уже на все наплевать. Я не живу, а существую. Знаю, что творится в кладовке, но не могу заставить себя посмотреть. Я просто хочу быть счастливой. Что в этом плохого? Все, хватит с меня. Ну, плачешь, я вот этого не люблю. Хватит. Жесть, что же там в кладовке? Ёб твою мать. Тело мальчика найдено в холодильнике. Его мать задержана 4 августа 2012 года. 4 августа в холодильнике дома 41-летней фрау ЭА было найдено тело ее сына. Мать была задержана местной полицией за сокрытие тела. А утверждает, что заперла сына в кладовке более чем на сутки. В качестве наказания, когда она заметила, что утром мальчик не двигался, то спрятала ее труп в холодильнике. Следователи передали тело для вскрытия, чтобы установить причину смерти. По информации следствия, дочь фрау сбежала к соседям, чтобы вызвать полицию и сообщить о плохом обращении со стороны своей матери. Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп ее брата в холодильнике. Тебе арестовали мать после того, как она созналась о преступлении. Ты не слушаешь меня! Опять не слушаешься! Ты можешь просто сидеть в доме! Не забирай меня! Выпусти меня! Мам! Это все ты виновата. Все беды из-за тебя. Тебе вообще не стоило рождаться. Ты обуза. Проклятье от моей матери. Да, да, именно. Мать на меня орала. Била. Забирала меня. Наложила проклятье на мое чрево. Я дала жизнь этому. Мама, прости. Мамочка, выпусти меня. Не бросай меня, мам. Пожалуйста, не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Я проклятие. Ты всегда говорила, что без меня тебе будет лучше. Ты мне не дочь! Ты обуза! Проклятье от моей матери! Нет, мама. Ошибаешься. Я твоя дочь. Да, я тоже. Тоже проклята. Вот это жёст. Как эта комната появилась в вилле? Я так старалась забыть о доме. Какой же свинарник жуткий. Так, это мы уже читали. А здесь... Здесь мелкого нашли. Какой ужас. Господи, уже даже... Для игры это не смешно. Такая история жуткая. Ну что, опять ты? Беги, ёк твою мать. Жесть. Да что это за монстр, дулбаный? Мне правда нравится, как ты мне нарисовала. Оооооо. Я, конечно, затупил немножечко. Я думал, насчет художки. Тебе же это нравится? Я думаю, как спасти свою жопу, блин. Вот эта локация жуткая просто. Обосраться. Тихо-тихо. Надо её закрутить чуть-чуть. Только сказала, на что ускоряется. Ооо, какая жуткая дичь. Ооо, с ладошки вспотели. Окей, мне видимо... Блин, а может быть это её мамаша бегает? Здесь прям пролаги, конечно, лютые. ППС падает просто до 10, наверное. Очень странно. Учитывая, что на пластичный 5 играем, это очень странно. Я так понимаю, что мне нужно все вот эти объекты собрать. Ну, сколько их? Ты в культуре, да? Ты можешь удалить в культуре? Ты можешь удалить в культуре? Жесть. Блоко. Очень жуткая. Ооо, нет, 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 блядь. Что это? Нравится, нравится. Ооо, ты любишь, что ты видишь? Ооо, лиз, 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 лиз куда-нибудь беги, молю. Нет. Нет. Какой-нибудь оружие. Нет, он ускоряется. Ну, что ускоряется. Нет. Это не должно меня дайнать. Ну, смотри, она что делает. Она хитрит. Угу, или я туплю, или она хитрит. Нет, 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 нет. Ты очень слишком тяжелый на себя. Дай мне отсюда, мама! Ты еще так сделали специально, блин. А куда же бежать-то? Я здесь уже все обходил. Помоги. Ооо, еще я какой-то хор заиграл. Ёп, твою мать. Ооо, ну-оо, ну-оо. Ну, последняя деталька здесь была. Блин. Не улы. Не улы. Длин, я не вижу куда мне. но она меня от чего-то отгоняет видите она как бы не идет именно сюда нет она идет и не суду как а люди нас придет по его пошалить и куда мне блин я так не люблю неочевидные вещи в играх господи я здесь был уже много-много раз нет нет спускайся беги сделай что-нибудь блин я просто схожу в одну минуту если я прям буквально хожу в одном и том же месте при этом я стараюсь заворачивать все время в разные места 205-203 я уже заходил блядь страшно но пока она здесь мы направо да она сюда выбегает отсюда как мне вывести там есть выход я вижу выход как мне ее закрутить к этому выходу нет не дает выйти я может быть какой-то элемент не нащупал тот который нужно нащупать видите шестердер видите шестердер сюда и и и и и дверь 209 они идут на увеличение кстати ты прячешь внутри себя я ничего не прячу при себя я пытаюсь выжить блин на телефоне была фотка двери которую мне нужно найти я не посмотрел было ли она подписана весьма пущу музыка тающая жуть о это она я понял в чем моя ошибка была я так и останусь одна на веки вечный он опять в этой комнате с рисунками мили последнее время постоянно рисую решила нарисовать девушек спрыгнувших с крыши виллы хочется думать что они ушли отсюда в лучшее место моя тоска кажется наконец-то прошла не могу чтобы я так не помню чтобы я раньше так вдохновлялась я вложу в эту работу полностью без остатка вложусь арт на крыше почти готов возможно это будет мой шедевр но вот дорисую ли я и что потом смогу ли я сделать что-то что его превзойдет сколько меня будет питать радость от восторженных комментов а если вслед за ней камни уже подкрадывается безнадежности разочарования в душе снова заскреблась тоска или может она всегда со мной было и как часто она теперь будет приходить от одной мысли то что может взять и закончить все пока я еще счастлива завершить красивый на хорошей ноте поговорить бы с кем-нибудь об этом на поговорилом проверяй говорила чем через записки пытались поговорить имея телефоны короче это девочки которые спрыгнули около часа дня 12 марта известная уличная художница себе настоящее имя майя а к хенденбург была найдена у фундамента многоквартира на дома в китленштадте девушку доставили в больницу где врачи констатировали ее смерть гибель 18 летней художницы художница стала шоком не только для местных жителей но и всех кто знал ее работы полиция считает что причиной смерти может быть самоубийство но с учетом популярности отсутствия каких-либо намеков на такой шаг также не исключается вариант убийства в данный момент начато полномасштабное расследование стоп она покончила с собой полгода назад то есть я была тут столько времени жесть что мне сделать чтобы ты меня отпустила прошу тебя не надо больше дай мне умереть потом новые рисунки будут это я успела это нарисовать я хочу показать скрытые стороны девушек что они хотят что ими движет а что ты прячешь внутри себя я настолько волнует что подумают другие гордись собой я не была для нее пустым местом лучших света в этой истории окей это мы читали я думал здесь записки может быть меняться будут как-то опа что это я так радовалась когда маме понравился мой первый рисунок это типа семья которую дана нарисовала я бы тоже могла жить по-другому выходит меня все-таки полюбили ты меня заметила я и представить себе не могла амили амили что же мне делать что-то надо сделать конечно полгода мы по дому бродим амили амили это что такое извини я такая сволочь я не знала что она так поступит о чем что-то случилось я думала что мне никто не замечает что я пустышка не слышала кто бы мне не возражал но ты мая вы обе обращали на меня внимание надо было понять это раньше амили амили ты всегда меня поддерживала а сейчас я пойду просить прощения ума и стой анита успокойся не клади амили 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 амир я с тобой попытки прибиться к другим людям признак слабости бегство от себя самые сильные животные не объединяются в стае они одиночки полагается только на себя те кто предает себя чтобы втиснуться в рамки стаи жалки такой жизни нет красоты мне все равно я лишь хочу чтобы меня кто-то понимал ради тех кого я люблю тех кто любит меня я хочу продолжать идти вперед и никогда не оглядываться что такое вот историю мы небольшую посмотрели добро пожаловать новый селон хилл надеюсь вам было интересно слушать меня наблюдать за геймплеем игра если что бесплатная для playstation 5 на данный момент поэтому если вам понравилось ставьте лайки на канал не забывайте подписываться также из соцсети в описании все там есть и спасибо за просмотр всем бб сегодня переезд страшновато уезжать из родного города но все будет хорошо ведь со мной моя лучшая подруга как и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...